В прошлый раз мы разбирали диалог Парменид, и на самом деле смысл диалога Парменид является неполным, если не разобрать также примыкающий к этому диалогу диалог социофиста. И он примыкает к нему не только логически, но также и содержательно. Собственно, в этом диалоге вспоминается о встрече молодого Сократа с Парменидом. И речь идет о том, что этот диалог и по логике, и по смыслу представляет собой как бы завершение диалога Парменида, где, собственно, задача, которая поставлена на диалоге Парменид, решена. Чем у нас окончилось обсуждение диалога Парменид? У нас получилось, что для того, чтобы решить проблему приобщения многих кейдосам, необходимо рассмотреть вопрос о родах и о сущности. И где-то здесь, в этом рассуждении, присутствует само решение. Я в прошлый раз указывал, что именно в этом и состоит и решение вопроса. Ну и действительно, если, когда мы говорим о приобщении кейдосам многого, если мы подейдосам поднимаем роды, то есть, в данном случае, эйдос один род, а под многим виды, то у нас уже не возникает тех проблем, которые мы встречаем, когда обсуждаем, диалог Парменид в его многих гипотезах. Ну вот это было, собственно, решением, которое в начале диалога Парменид в таком скрытом виде высказывает сам Парменид. И вот интересно, что в диалоге с софист предполагается, что эта проблема решена, и диалог развивается, исходя из того, что вопрос ставится исключительно о родах. И когда в данном случае исследуется, что представляет собой род софиста. Причем возникает интересное соответствие рода и вида здесь. Причем под этим видом имеется в виду наш старый эйдос. Тот самый термин, который раньше в диалоге Парменид носил общий смысл. Общий смысл всего, что в качестве некоего знания или в качестве некоей общности отделено от многих. Это эйдос, а род это генос. Но мы понимаем, что в соотношении рода и вида присутствует совсем другой смысл. И вот этот эйдос, который здесь имеет написание точно такое же, как и здесь. Тут тоже ведь эйдос. То, что вот это понимание эйдоса, которое является неким обобщенным пониманием вида как такового. И это понимание эйдоса, это разное понимание. То есть в данном случае в диалоге софист произошла некая редукция. И понятие или термин эйдос, он стал чем-то более конкретным. Он стал видом. И отделился от того, что теперь называется родом. Поэтому, когда я пишу о том, что вот в этой схеме, вот эта схема диалога применит. Нам надо аккуратно наложить одну схему на другую для того, чтобы увидеть, в чем состоит некоторая новая постановка вопроса об эйдосе. Теперь эйдосы используются для того, чтобы обозначить чувственные образы. Вот есть некие чувственные образы. Ну, можно было бы сказать, единичные образы. А вот есть некие общие образы. Но мы бы назвали, конечно, рода некоторыми понятиями. Но здесь не все так просто. Вот, допустим, если мы рассматриваем род какого-нибудь животного или род какого-нибудь растения, то у нас получается так, что каждое растение является чем-то индивидуальным, чем-то единичным. И оно представляет то, что оно представляет. И тем не менее, в этом же растении проглядывается род в смысле общего. То есть, каждое растение, каждый живой организм, можно сказать, обобщить, каждый человек, он внутри себя, он как бы раздваивается на нечто общее рода и на нечто единичное, что присуще только ему. Поэтому вот тот наш эйдост, который был в диалоге «Порименить неразличен», мы говорили о том, что там эйдост не имеет различения на чувственно воспринимаемую и мысленную характеристику. Но это не потому, что Платон как-то чего-то там недомысливает, а просто исходя из изначальной постановки вопроса. То есть, изначальная постановка вопроса ставится в принципе о том, что есть нечто общее, есть нечто одно, к которому приобщается много. И вообще, я разговариваю, это соотношение одного и много. Ну, интересно, что вот эта постановка вопроса о родах, она настолько является для Платона существенной, и, собственно, представляет собой, если вдуматься, некое завершение исходной логики рассуждений Платона, что вот, я просто хотел бы засчитать, да, что Платон пишет даже так, что вот «различает все по родам», это цитата из платоновского софиста, «не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый, неужели мы не скажем, что это предмет диалектического знания?» Да, скажем, отвечает и те. То есть, иначе говоря, вот это вот «различает все по родам», и то, что как бы выясняется вот некий род софиста, и он выясняется вот неким дихотомическим делением, да, некоторым рассуждением, в котором происходит постоянное разветвление смысла, да, то есть, можно было бы сказать, что ветвление родов, да, представляет собой стержень платоновского учения, представляет собой вот диалектическое знание. Ну, для того, чтобы теперь проблему, связанную с родами, и учитывая вот некоторую дифференциацию, дифференциацию, которая произошла внутри философии Платона, при переходе от одного делового к другому, да, то есть, у нас Эйдес, который обозначал просто обобщенно, просто нечто одно, отделенное от многого, да, и обсуждался вопрос о приобщении этого многого к этому одному, теперь, как бы, вот Эйдес стала рассматриваться как-то термином, значащим просто ведь, да, то есть, кто вот чувственный образ или единичный образ, это как в отличие от рода. И изучается род софиста, и исследуется, что он представляет собой в анализе того, какие существуют роды сущие. Нам интересно, конечно, не само обсуждение исходной задачи и выяснение того, в чем состоит род софиста, а нам интересна критика параменида, которая здесь присутствует. Если в диалоге параменид критика не достигает своего завершения, да, она остается открытой, да, то в диалоге софиста эта критика, собственно, является явной. Сам чужеземец, да, из Элей, который ведет обсуждение, он говорит о том, что мы вот совершим некоторое отношение на свое убийство, да, то есть мы, допустим, небытие, да, и причем в качестве чего-то сущего. Ну, естественно, как бы речь идет о том, что абсолютное небытие невозможно, и будет допущено в некотором отношении некоторое относительное небытие. Вот для того, чтобы к этому критике параменида подойти, необходимо отступить назад и вспомнить, что представляет собой философия параменида с логической точки зрения. Она живется на двух простых тезисах. Первый тезис состоит в том, что бытие есть, а не бытие нет, да. Можно этот тезис рассмотреть с точки зрения логической, если мы его... Мы можем весь космос, да, весь мир, как бы, разбить на два... на два параметра. Ну, по некому параметру, в данном случае по параметру существования. Мы можем разбить его на сущее, то есть то, что существует, и объединяется... и несущее. Несущее. Причем это разбиение является, как я всегда говорю, логическим. Да, это вот то самое разбиение А и не А. Оно является полным. То есть весь мир мы разбиваем по некому параметру А, но является полным, как бы, все, что только существует, оно попадает либо в одно, либо в другое. И вот если мы разбиваем по этому параметру, то и несущего не существует, то у нас получается, что существует только сущий. То есть несущего нет, то остается только сущий. Это можно нарисовать более просто, графически, да. Вот у нас есть исходное множество сущих. А парменидовская философия, она стартует с некой очевидности. Эта очевидность нам дана в чувственном восприятии, и в восприятии присутствует то самое многообразие. Это та вторая часть, это двухголовцы, где допускается два, по крайней мере, начала. Ну, это и есть то начало, откуда стартует философия парменида. Но она говорит о том, что между ними различий-то нет. Почему? Потому что нет несущего. Несущего. Или небытия. Нет. И поэтому вот это вот сущие друг с другом сплачиваются, и на самом деле представляется собой вот такое монолитное одно. Сущие. Одно монолитное. И сущие. В каком отношении оно одно? Оно одно как раз вот со стороны бытия. Да, вот в нашем рассуждении мы можем мир разбить на то, что существует и то, что не существует. И вот со стороны этого существования мир представляет собой нечто одно. Но для того, чтобы завершить эту логику, необходимо вот это одно привести к существованию. Ведь это одно на самом деле представляет собой только мысль. почему только мыслью. Потому что если мы вместе с этими многообразными сущими сами находимся среди них, то мы это одно никак не видим. Мы его только мыслим. Тогда возникает второй тезис. а параменито, который состоит, что быть и мыслить одно и то же. Можно просто нарисовать, как быть равно мыслить. То есть быть и мыслить одно и то же. И если мы мыслим вот это одно, то означает, что оно есть. Отсюда следует, что вот это одно есть. Вот, собственно, такое простое рассуждение философии параменида. Нам здесь интересно, для того, чтобы перейти к Платону, то, что различие одного и многого, то, что составляет содержание, обсуждение диалога параменида у Платона, но проходит по линии развлечения мышления и чувственного восприятия. Ну, я имею в виду, сейчас такое развлечение проходит в трактате Параменида о природе. То есть в чувственном восприятии мы говорили о том, что есть много сущих, а в мышлении есть только одно. В мышлении, собственно, получается, есть только одна мысль. То есть одна идея, как я говорил, идея одного. Я в прошлый раз говорил о том, что интуитивно, как можно перейти отсюда, Платону. Платон замечает, что помимо идеи одно, как бы есть другие идеи. А какие-то другие идеи. Это благо, справедливость, красота. И все это точно такие же идеи. И поскольку быть и мыслить одно и то же, то они точно так же являются сущими идеями. Получается, что в этом отношении возникает некая коллизия. Рассмотрение многих идей, множественности идей и философии Парменида. Вот если мы сейчас опять запишем наше соотношение одного и многого, но учитывая, что это различие у Платона проходит по линии мышления и восприятия, критика Парменида со стороны Платона будет состоять в том, что на самом деле в мышлении тут мышление. В мышлении существует множество идей, много идей. И раз их много, и раз многое, и различие одного и многого не проходит по линии различения мышления и чувственного восприятия, то возникает опять некая коллизия. Что такое множество идей? Ведь многое оно допускает в каком-то отношении небытия. Но можно было бы нарисовать точно так же, как я рисовал отдельные сущие. Вот есть идея одна, идея вторая, идея третья. И здесь тоже можно было бы сказать, что между ними нет небытия. Но поскольку вот такие вот пространственные метафоры, они по отношению к идеям являются чем-то некорректным, то здесь рассуждать надо было бы по-другому. Почему множественность допускает небытие? Потому что каждая из этих идей является в контекстуальном смысле отрицание других. Вот есть когда мы находимся, когда мы мыслим одну идею, то тем самым мы как бы не мыслим другие. Или лучше было бы так сказать, что каждая идея она является отрицанием других. И она является даже не отрицанием лучше, а иным других. То есть здесь возникает относительное небытие. Поскольку вот множественность подразумевает на самом деле, что подразумевает вот эту пограничность. Она подразумевает то, что есть одно и иное. И это отношение взаимно. То есть здесь возникает относительное небытие. А свести их к одному теперь уже не удается. Сам Платон даже вот говорит, опять же, если взять непосредственный его диалог, мы говорим, что вот некоторые идеи даже с друг другом несовместимы. То есть вот свести их вот и к одной идее это уже не удается. И тем самым возникает относительное небытие. А это есть прямая критика философии Парменида. Ну, я это рассказал для того, чтобы просто пояснить, в каком отношении происходит вот критика философии Парменида со стороны множественности идей. Просто в диалоге софист та мысль, которую я излагал в абстрактном виде, исходя из интуиции того, что видится в Пармениде. Собственно, диалоги софист она проделана самим Платоном. Сам Платон как бы вот это видит, и он просто это рассуждение приводит. Вот, теперь хотелось бы для того, чтобы перейти к Аристотелю, обсудить вот некоторые проблемы, связанные с тем, что Платон теперь держится следующее рассуждение. Теперь для него на вершине находятся некие роды и к этим родам приобщаются виды. Ну, роды представляют собой нечто общее, каждый род представляет собой одно, то есть каждый род. Виды это многое. Виды теперь обозначаются теми самыми эйдосами, а роды это у нас другой термин. Для того, что это соотношение оно также присутствует и философия Аристотеля, вот здесь есть существенное различие. У Платона роды различаются следующим образом. Вот есть можно так было бы различить, да, вот есть роды чувственно воспринимаемых сущих. Это там людей, там, не знаю, там животных и прочее. я пытаюсь несколько наложить, опять же забежать вперед и наложить развлечения, которые есть у Аристотеля, на то, что есть у Платона. А с другой стороны, у него есть некие другие роды, да, которые связаны с идеями. в чем отличие. Дело в том, что к идеям для них нет таких отдельно существующих, самостоятельных сущих. Идеи представляют некие его рода аспекты, только мыслимые аспекты, да, мыслимые аспекты. то есть если здесь роды как бы видятся в единичном, то есть каждый из людей представляет собой вид, и тем не менее мы одновременно видим в человеке и отдельную индивидуальную, отдельный индивидуум, да, и в том же отношении, и в каком-то отношении сразу же род виден, да, что он не просто какой-то индивидуум, а он человек, да, все принадлежит человеческому роду. То есть вот эти роды, вот эти роды, они как бы светятся в единичных сущих. И поэтому мы бы сейчас говорили о том, что роды представляют собой некие понятия, но в каком-то отношении ведь эти понятия представляют собой живые понятия, да, если мы говорим, допустим, о некотором единичном человеке, да, вот что он чувственно, но с другой стороны этот человек как единичный, в том числе есть представитель рода, и через него мы видим одновременно и род как таковой, да, то есть мы как бы его мыслим, конечно, но тем не менее мы мыслим непосредственно этот род. То есть в каком-то отношении род представляется бы живое понятие. А вот здесь, когда идет речь об идеях, что они только мыслимые, возникает то, что у Аристотеля выступает как категории, как категории и общие понятия. То есть есть, как у нас, иначе говоря, в нашем мышлении присутствует два существенно различных, даже три, наверное, существенно различных вида общности. Потому что вид рода это вот некая общность, да. Вообще говоря, если следовать Гегелю, то всякая общность, всякая всеобщность указывает на наличие мышления. Согласно критерии мышления у Гегеля состоит в том, что если мы в чем-то усматриваем некую общность, то эта общность есть не что иное, как присутствие мышления. Потому что чувственность связана только с единичностью. но в данном случае вот это этот переход еще не сделан. Потому что в родах вот сущих таких, как людей, животные, то есть отдельно существующих сущностей, да, то, что у Аристотеля будет названо первыми сущностями, да, вот эти роды, они непосредственны, да, они в каком-то отношении к этим мыслицам, но мыслицам непосредственно. И невозможно различить вот в этих родах как они нами воспринимаются. Только ли мыслятся они там, или они чувствуют воспринимаются. Даже сейчас мы затруднялись, потому что не совсем очевидно, что представляют собой вот эти роды, да, потому что эти роды представляют нечто тоже точно так же сущее. С другой же стороны вот эта общность связана с идеями, вот с теми, что мы назвали бы сейчас чистые понятия. понятия или категории, они на самом деле не являются родами. И вот это вот движение, да, у Аристотеля, оно как бы вот, он начнет с того, что начнет критиковать Платона вот в этом отношении, что категории не роды. иначе говоря, вот Платон остановился, и вершиной его логического движения вот являются роды, но, честно, но в этих родах он еще не различил, если можно так сказать, хотя это, возможно, тоже требует какого-то своего дополнительного исследования, вот он не различил роды конкретных сущих, и единичных сущих, и идеи, да, вот идеи, как чистые понятия, потому что чистые понятия, такие как категории, они представляют собой родов. Сам Аристотель приходит к тому, что категории или его чистые понятия, да, они что они не представляют собой роды не сразу. Собственно, как бы страдает также, если делать последнее замечание по поводу деловой софист, и вот эта вот дихотомическая логика, которая, с помощью которой Платон пытается исследовать такой род, как софист. Дело в том, что, собственно, сама логика будет разработана только у Аристотеля в том виде, в котором мы привыкли. У Платона она выглядит несколько наивно, и разбиение каждый раз происходит по странному основанию, и оно не является каждый раз полным, или, по крайней мере, требует доказательства своей полноты. Потому что мы говорим о том, что разбиение является, должно быть, делением понятия, полным делением понятия. Если деление понятия неполное, то рассуждение не является доказательным. И мы наблюдаем, что дихотомическая логика в софисте, она представляет все-таки собой еще только некоторое зарождение той логики, которая будет представлена у Аристотеля. в софт-працентре. Продолжение следует... Продолжение следует...